В переговорах в формате Рамштайн приняли участие представители 54 стран. Глава Пентагона Ллойд Остин во вступительном слове призвал партнеров не ослаблять поддержку Украины и действовать решительно. Дамы и господа, это решающий момент. Россия перегруппировывается, пополняет войска и пытается перевооружиться. Сейчас не время медлить, это время, чтобы копнуть глубже. Украинский народ наблюдает за нами, Кремль наблюдает за нами и история тоже наблюдает за нами. Поэтому мы не отступим. И мы не будем отказываться от своей решимости помочь Украине защитить себя от имперской агрессии России. Украинский лидер Владимир Зеленский по видеосвязи призвал участников ускориться с военной помощью, поскольку затягивание войны играет на руку России. Президент добавил, что Украина нуждается в танках, системах ПВО, артиллерии и авиации. Мы должны ускориться. Время должно быть нашим оружием, так же, как ПВО и артиллерия, бронемашины и танки, о которых мы с вами говорим. Лидии джентльмены, вы сильные люди из могущественных стран. Я призываю вас принимать такие решения, которые могут лишить российское зло какой-либо власти. В ваших силах начать такую политику уже сегодня. Основная интрига заседания – объявят ли западные союзники Украины о передаче ВСУ современных танков. Такое решение принято не было, заявил новый министр обороны Германии Борис Писториус. В то же время он заверил, что страна не будет препятствовать партнерам, которые готовы предоставить Украине леопарды. К сожалению, на восьмой встрече не состоялась договоренности относительно танков. Но, тем не менее, сама дискуссия до него уже подтолкнула и Британию к поставкам, и Польшу к обещанию поставок, и сформировала фактически танковую коалицию, которая таки додавит Германию в ее нежелании поставлять Украине танки. Позиция министра обороны, назначенного немецкого, также его заявление фактически говорит о том, что Германия уже на финишной прямой принять решение о разрешении поставок другим танков и предоставлении танков, возможно, и сама. Несмотря на неготовность ФРГ предоставить танки, Украина получит роту «Леопард-2» от другого партнера. Власти Польши, которые давно говорят о желании передать Киеву находящиеся у нее на вооружении немецкие машины, заявили, что Варшава шокирована позицией Германии. Более того, она готова предоставить «Леопарды» без согласия Бундесвера. Мне очень импонирует заявление наших польских партнеров, которые беспрецедентное заявление сделали о том, что если Германия не даст согласия на поставку в Украине польских танков «Леопард», которые состоят на вооружении Польши, то и будет затягивать этот процесс, то поляки вынуждены будут передать танки без разрешения страны-производителей. Это очень серьезный, очень радикальный жест на грани форума. Генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг, принимавший участие в заседании формата «Рамштайн», заявил о необходимости наращивания военной помощи, чтобы Украина могла победить и освободить оккупированные Россией территории. И пусть вопрос о танках остался открытым, результаты «Рамштайна-8» не могут не радовать, утверждают эксперты. А чем же «Рамштайн» удивил? Он удивил огромным, беспрецедентным количеством тяжелой техники. Это и БТР, это и БМП, также это сотни стволов различной крупнокалиберной артиллерии. Это оружие для не только эффективной обороны, но и для маневренной обороны. А самое интересное, что это оружие для возможного осуществления контрнаступления. Соответственно, перелом на Западе относительно позиции «помочь Украине не проиграть» произошел. И теперь это вооружение можно охарактеризовать как вооружением, которое должно помочь Украине побеждать. За день до восьмой встречи консультативной группы на авиабазе «Рамштайн» сразу несколько стран объявили о новых пакетах военной помощи для Украины. Великобритания, Швеция, Эстония, Финляндия, Польша, Латвия, Литва. Это не полный список тех, кто дал так называемое «таллиннское обещание». В ходе «Рамштайна» новую оборонную поддержку анонсировала Германия. Вооружение ей обойдется в миллиард евро, а также Соединенные Штаты. Пентагон потратит на пакет около 2,5 миллиардов долларов.